Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот, и с вами я, Юрий Гимельфорд. Грядущее пенсионное людоедство, которое политкорректно именуется пенсионной реформой, а официально именуется изменениями в пенсионном законодательстве, вызывает не только раздражение. Вызывает массу вопросов, но еще больше вопросов. Вызывает реакция КПРФ, которые организовали массу протестных мероприятий по всей стране, и люди задают естественный вопрос, а что это было? Присоединяться к ним или нет? И вот мой подписчик Алексей, он очень четко это изложил в своем письме. Позвольте процитировать. Здравствуйте, Юрий. Не так давно прошел митинг против повышения пенсионного возраста, который организовали коммунисты. Признаюсь честно, я на него не ходил. Собирался пойти, но в самый последний момент передумал. Нет, я, конечно, против данного повышения, и даже слово «против» не может передать мое недовольство. Но! Я взвесил все плюсы и минусы данного мероприятия. Проанализировав ситуацию, пришел к выводам. Первое. Кто собирал митинг? Коммунисты. Кто такие коммунисты? Марионеточная партия. Следовательно, продвинуть какой-либо закон от народа или приостановить закон, направленный против народа, не смогут. Это как дважды четыре. Факты, если хотите. Я согласен был бы с ними объединиться при условии, что они не были бы марионеточной партией. Но дело обстоит иначе. Второе. Перед началом митинга у меня сложилось впечатление, что наш народ спит. Да, до сих пор спит. Нет, бурление масс, конечно, идет, но не более того. Многие уже начинают шептаться на работе, на улице, в транспорте. Опять же, все это в недостаточном количестве. Третье. Одно из наблюдений особенно огорчает. Это характеристика разговоров. А именно одна фраза, которая выявляет сущность народа. Ну, доведут снова, скоро народ, встанет русский Ваня, сметет всю эту дрянь, заплатят за все эти гады. Попытаюсь расшифровать эту фразу. Пусть народ выйдет и за меня разберется радикальными методами, пусть ответит за все обиды. То есть сам себя, говорящий эту фразу, не причисляет к народу. Более того, он ждет, когда разберется кто-то другой, а не он. На четвертое. На основании всего сказанного хочу сделать прогноз. В ближайшие полгода не будет абсолютно ничего, ни митингов, ни волнений, ничего-то отдаленно напоминающее подобное. Все начнется тогда, когда карманы народа реально опустеют и люди будут на грани голода. Да-да, чтобы народ восстал, нужно довести его до последней предсмертной черты. Об этом есть поговорка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Она явно характеризует нашу национальную черту. Юрий, вы иногда говорите, что ради блага готовы объединиться с коммунистами. Но ведь они на всем протяжении истории лгали, обманывали. И сейчас, более того, вы сами говорите, что они поймали пиар. Значит, им важен пиар, а не суть вопроса. Они не готовы отстаивать наши интересы, и все это ширма. Опять будет пустой звук, и ничего кроме него. Закон примут в любом случае, что бы ни случилось, уже лежат подготовленные ручки в футлярах. Так какой же выход? Выход, полагаю, один, и он очень тяжелый. Ждать того момента, когда для многих жизнь станет не просто плохой, а невыносимой. Ждать, когда учителям станет мучительно плохо, когда у зомбированных откроются глаза, когда полицейские будут четко осознавать, да, это конец, и не будут стоять на пути у народа. Страшно, скажете вы. Да, действительно страшно. Но этот момент приближают именно те, кто за президента сейчас, и кто голосовал за него, а еще наш инфантильный народ. Все эти люди толкают всю массу в голодную пропасть, не осознавая этого. Хотелось бы узнать, в чем вы согласитесь со мной, а в чем нет. Доверяете ли вы и сейчас дело о пенсионной реформе коммунистам? Ну, референдум, митинги, собрание подписи петиций. Нужно ли было идти на прошлый митинг и на последующий, по вашему мнению? Как видно, предыдущий ничего не решил. С уважением, ваш подписчик Алексей. Это серьезный вопрос, дорогой Алексей, и давайте с ним будем разбираться последовательно. Вы знаете, вы много говорите правильно, вы все говорите правильно, как рассуждают люди. Но, давайте мы будем честны, при всем уважении, Алексей, но а как поступили лично вы? Лично вы поступили точно так же. Пусть кто-то сделает, а я останусь. Да, вы оговорили для себя в пункте первом, что вы не верите коммунистам. Правильно. И я им тоже не верю. Я больше того вам скажу, вот я уже не раз и не два говорил, что вот многие мои критики, желая меня оскорбить, называют антикоммунистом и антисоветчиком. Хотя на самом деле они делают мне комплимент. Я действительно отношу себя к антикоммунистам, причем на базово-теоретическом уровне, на идеологическом уровне. И начиная именно с базиса, с манифеста Компартии, и готов по каждой букве этой брошюры спорить и доказывать, что это бред, откровенный бред. Но в сторону дискуссии. Вопрос-то в другом. Что, понимаете, верить не надо никому. Точно так же, как не надо любить политика, равно как и ненавидеть его. Понимаете, политикофилия и политикофобия, если угодно. Причем вместо части слова политик поставьте любую фамилию. Там Путин, Навальный, Сечин, Поклонская, Милонов, Боровой, кто угодно. Любить и ненавидеть можно только близких людей. А это менеджеры. Если менеджер делает хорошо, мы его не любим. Нет. Мы его одобряем. Мы ему не верим. Нет. Мы его поддерживаем. Но как только он сделает что-то плохо, улыбка на лицах здравомыслящих людей. Она сменится в лучшем случае гримасой удивления, а в худшем случае злобой. Вот как это работает. Это жизнь, уважаемый Алексей. Только так. И никак иначе. Верю ли я коммунистам? Не верю. Там на митинге коммунисты плели, опять же, свою стандартную ахинею в виде плача Ярославной по временам СССР. Да, у меня это вызывало саркастическую хмылку. Но по поводу пенсионной реформы-то они говорили правильные вещи. И они призывали к правильным вещам. И в подтверждение своих слов могу вам сказать, там были и нодовцы, которых я вообще считаю откровенными фриками. Там были и навальновские ребята, которым я отношусь с симпатией и уважением. Там были разные люди. Важна, уважаемый Алексей, цель. И вот чем больше людей будут рассуждать в такой парадигме, тем быстрее наступят изменения. С другой стороны, вы говорите о полиции, что полицейские, осознав, что это конец, не будут стоять на пути им народу. Друг мой. Это заблуждение. Это не так. На самом деле, это очень четко в свое время изложил Андрей Андреевич Пианковский. Он сказал, что вот если в Москве выйдет 10 тысяч, разгонят, выйдет 100 тысяч, будут наблюдать, выйдет миллион, разбегутся и перейдут на сторону народа. Вот как это работает. И по-другому это работать не будет. Никогда не будет. И в данном случае, выходя в поддержку того, что говорят коммунисты, это что означает, что вы, или я, ну хорошо, я себя приведу в пример. Это что означает, что я их поддерживаю, что-то? Да не боже мой. Ни в коей мере. Я не готов доверить пенсионную реформу, я вам больше скажу, не то, что коммунистам. Я вообще какой-то политической силе доверить такое важное дело я лично не готов. Если они готовы стать, ну, во главе движения за недопущение, сейчас нельзя пока неправомерно говорить, за отмену пенсионной реформы, потому что она еще де юре не принята. Сейчас пока идет ее обсуждение, поэтому правильнее говорить за недопущение пенсионной реформы. Если они готовы стать во главе, пожалуйста, ребята, вставайте. Но под полным контролем я не поддерживаю коммунистов. Но в данном вопросе на их стороне. И вот в заключении я хочу сказать, что вы совершенно правильно, Алексей, говорите, что да, если вектор развития пойдет, будет именно таким, он не изменится, то рано или поздно жить станет невыносимой, и люди элементарно начнут голодать. Но, понимаете, крах всегда хуже эволюции. Это всегда плохо. Потому что во время краха есть опасность, во-первых, хаоса, а во-вторых, есть опасность того, что к власти придут, ну, скажем так, откровенные шизофреньки. Реальные шизофреньки. И, как говорится, ну, хорошо, Алексей, вот я в своих стримах показывал письма подобного рода публике. Вас это ни на какие мысли не наталкивает? А дело в том, что вот в результате приход к власти таких вот психически больных людей, реальных отморозков, которые, может быть, сменят вектор развития, но не сменят модель, физическая расправа над неугодными, над инакомыслящими. То есть, по сути, все останется, как и было. Вы знаете, уважаемый Алексей, вот история древнего мира изобилует примерами, когда восстания рабов, они приводили к успешному результату. То есть, восставшие рабы сметали правительство. Фараон, например, в Египте такое было. И неоднократно, кстати говоря. Но что менялось? Даже летописцы писали, рабы стали владельцами рабов. То есть, никакой другой власти, кроме царской или власти фараона, они не знали. Никакой другой экономической модели, кроме рабовладения, они не знали. Помилуйте, а что менялось? Ведь вы поймите, мы же говорим не о том, чтобы убрать конкретного Путина, который реально всем осточертил. Не о нем речь. Ну, берете вы Путина, поставите вы раз Путин, два Путина, три Путина. Вы систему-то оставите, как есть. А в таком случае, сейчас в этой системе поменяйте фамилию фронтмена, коим является реально Путин. Вы что, настолько наивны, что думаете, что он что ли тут царь, и он тут всем управляет? Да отдохните от этой мысли. Это не так, он фронтмен этой системы. Но, поменяв первое лицо, вы добьетесь чего? Вот себе задайте этот вопрос. Вот почему я и говорил, что доводить дело до краха нельзя. Необходимо эволюционное развитие. А вот именно эволюционное развитие, оно зависит только от масс. Которые в итоговый момент, они отвлекаются от того, любовь, ненависть, добро, зло, правильно, правильная идеология, неправильная идеология. Речь идет о том, чтобы понять, сейчас решается проблема, в данном случае, с пенсионной реформой. Потом договариваемся. Договариваемся. Но иначе, как сообща, подобного рода проблемы не решить. А если это вот в качестве пасскриптума, каждый будет решать так, пусть сделают они, а я посижу, как вы правильно, кстати говоря, написали, Алексей, то в итоге мы действительно рискуем получить наверху персону, по сравнению с которой даже Путин покажется нам невинным чебурашкой. Все вам доброго. Подписывайтесь на канал НьюАшвод, ставьте лайки, обязательно распространяйте это видео и проверяйте свою подписку. И всегда помните, выводы делать только вам. До встречи.